Я хочу просто рассказать, как началось мое утро. Это первый раз у меня такое, я не пойму, в чем я. У меня просто замерз, наверное, этот трындец. Так, хозяин дома тут остается за старшего. Девочки, вот не знаю, как вы, а я обожаю в грибном супе и в борще, я еще люблю нарезать вот так сосисочки. Я себя вижу, я теперь буду выходя, хоть гляну на себя. Вот, смотрите, какая антенна у нас до этого была, это просто провод. Смотрим фильм. В поисках единорога. Всем доброго вечера. Вот так я решила начать свой влог, да, не с доброго утра, как обычно, а с доброго вечера. Сегодня, что у нас на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас делаются двери. По этому поводу будет отдельное видео, потому что у нас там была замена дверей, с браком пришла дверь. В общем, все расскажу подробно, что за двери, сколько стоят и как, что. И, кстати, будут там еще советы, чтобы на мои ошибки, на мои грабли не наступали. Сейчас я целый день была дома, монтировала видео, выставила видео, мама тоже там уже почти готова у нее видео. Играли целый день с малым. И, в общем, под вечер оставить решила его маме. Сейчас выходные, она с нами еще чуть-чуть побудет. И на будни, я думаю, ее отпустить домой, вот, чтобы она немного отдохнула все-таки от нас. Ну, и я посмотрю, как Денька будет ложиться спать. Потому что вот мы как переехали, честно говоря, не было ни разу, чтобы мы его спокойно, по-моему, быстро уложили спать. Один раз, наверное, по-моему, и все. А так, ну, очень тяжело его укладывать. И я не пойму, в чем причина. То, что мы вдвоем находимся, потому что когда мы вдвоем с мамой, он всегда балуется. Он не слушает ни одну, ни другую. Как только одна из нас остается, то все совсем по-другому. И бабушка, и мама, это вот рядом, это что-то ему, по-моему, вообще. Кайфы. Одна ругает, идет к другой, чтобы жалела. Другая ругает, идет к обратной, чтобы жалела. Короче, манипулятор маленький, еще тот. Вот, в общем, ладно, сейчас мы искупались. Я оставила его бабушке и еду сейчас к друзьям. Поиграем, там собираются бургеры готовить, играть. Короче, в манчики, ну, все такое. Вот, у нас есть общий чат, и я уже знаю, что надо-надо, чтобы... Короче, меня подождали, без меня не начинали. Время уже. На улице мороз сейчас стукнул у нас, вообще страшный. Но я рада, что мне не надо чистить машину. То есть, вот вчера надо было чистить и позавчера, а сегодня прям оно как бы раз и стукнул. И, короче, слава богу, что все это не замерзло на машине, она как бы чистая. Только она замерзшая, и у меня даже дверь, смотрите, не закрывается, не защелкивается. Это нормально вообще. Это первый раз у меня такое. Я не понимаю, в чем я говорю. У меня просто замерз, наверное, этот... Трындец. Замерз замок. О, теперь не могу открыть ее. Что за херня? Бляха-буха. Что это такое? Точнее, что-то не то. Я не могу выйти, вот так, прикинь. Короче, погода вообще улетная. Вот. Короче, начинаем влог. Еще я в кино сегодня думала сходить. Ну, в общем, посмотрим. Хочу на марафон желаний сходить. Вот этот Блиновский, который. Мне кажется, он мне должен понравиться. Ладно, беру вас с собой, будем на связи. Со мной пойдемте. Короче, приехала я к друзьям. И вот я ехала с закрытой дверью. У меня заблокировалась дверь. И она не открывается ни снаружи, ни снутри. Вот именно это моя входная. Короче, я не знаю, что делать теперь. Не знаю. Я в шоке. Короче, выхожу. Привет. Выхожу через вторую. Привет, мои хорошие. День добрый. Вчера так мне и не удалось отогреть машину. Сказали, что нужно ее как следует отогреть. Ну, у кого есть машина, те говорят, что нужно как следует отогреть. И тогда мой замок отогреется. А пока что я через пассажирское сидение гоняю туда-сюда. Сейчас у меня реснички, запись и маникюрчик. Думаю, сделать что-нибудь такое неброское, а вообще натуральное. А на реснички, как всегда. Так что поехали. Так, хозяин дома тут остается за старшего. Бабушка постирала все белье. Там у нас все разобрано, постирано. Это Денькин домик. Все, Зай, пока-пока. Мама пошла на маникюр. Пока. Целуй, иди. Ты такая хрызнуля у меня. Пока-пока. Кисель весь на себя любит. Трубочку вытащить из киселя. И, естественно, все в разные стороны. Все, я на маникюрчик и домой. Нигде задержаться не буду. Бабуля вон тоже искупалась. С утра счастливая, да? Так, а я уже второй день выхожу в своих ботах новых. Класс. Я так понимаю, что немного потеплело. Или я не знаю что. Но я сейчас открыла свою машину. Прекрасно. Мне не нужно было через пассажирское ехать. Я же думала, блин, реально, может там тросики какие-нибудь сломались. Или еще что-то. Так что я счастлива, что все хорошо. Я вышла. Вообще, хотела сказать, за много заранее. Но что-то сейчас уже час. А мне к двум надо. Пока отогрею, пока доеду. Я еще хотела взять кофе в серф-кафе. Там рядом серф-кафе. Рядом стояночка. Нужно припарковаться. Дойти до серф-кафе. Взять кафе. Дойти обратно. Это 25 минут где-то. И доехать минут 20. Короче, что-то впритык получилось. Хотя хотела вообще не спеша. Вот так вот в развалочку. Ходить. Ладно, поехали. Посмотрим потом, что будет. Что хочу с ногтями сделать. Ногти хочу сделать вообще какие-нибудь полупрозрачные. Там нежно-розовые. Ну вот чисто вот. Или натуральный цвет какой-то ногтей. Да, такое. Вот. А реснички. Ну тот же из Гипель. Но нравится он мне. Конечно, он не так долго. Хотя у меня все долго носится. У меня по месяцу и более носится все ресницы. Нормально. Поэтому просто может быть покороче сделать чуть-чуть. Потому что чем длиннее, тем как бы там вот в кучке вот эти, они начинают как-то путаться. Может сделать не 11, а десятки, чтобы были. Такие покороче. Короче, сейчас я посмотрю, кто будет делать. И в зависимости от того, кто будет делать, мы подумаем, что мне сделать на ресницах. Но L из Гипель мне очень нравится. И вот объем полторашка вообще. Прям вот идеальный рецептик. А, и еще, чтобы техника вот эта вот была. Белочка надо мне. А я лисички в прошлый раз попросила. А мне нужна белочка. Нормально я такая маме сказала, такая выходя, вы слышали? Туда и обратно не буду нигде задерживаться. Хотя маму завтра собираюсь отпустить. Что мне мешает здесь? Херня какая-то. Я же кино хотела посмотреть. Вот это вот про миллион. Про желание. Марафон желаний. Вот. Хотела посмотреть, загонять. А еще в магазин надо сходить. Короче, чувствую, я скажу, мама, я тут задержусь. Ну а что, ей завтра отдыхать. И она будет отдыхать, может, целую неделю без нас вообще. Поэтому могу себе позволить тусануть булками? Я думаю, она будет не против. Боже мой, ну какая же я растяпа. Пошла в конфе, кофе взяла, фотку с там для своего инстаграма. Потом вот я такая думаю, я такая зачехленная, надо взять для девочкам снять. Потом думаю, телефон не каю доставать. Я в перчатках. Они у меня не сенсорные. О, камера, думаю, достану. Покажу во влоге, как я зачехлилась. Какой у нас мороз. И такая, оп, оп, камеры нет. Я ее, что, думаю, оставила на сидении. У меня у знакомого в Москве как-то разбили тачку. Покерный набор забрали. Может быть, чемодан, конечно, покерный. Он так выглядит, как чемодан денег, может быть. Как-то забрали. Но было обидно, что покерный набор тут, ну, тысяч пять стоит. А камера моя стоит двадцать восемь. И я, блин, ничего, бегу. Думаю, и за нее могут стекло разбить. Ну, плюс информацию продать. Хотя-то тут ничего такого нет у меня. Так, все, приехала в Дизи Лофт. Сюда взяла свое кофе любимое. У меня еще минут пятнадцать есть. Посижу. Пофоткаюсь опять же. Холодно, жесть. Так, ну что, я пришла в Дизи Лофт. Сейчас мне в четыре руки будут делать маникюрчик и реснички. Ю-ху! Когда мне делают реснички, я такая, тадам! Когда можно открыть глаза, и ты начинаешь все видеть. В общем, сделали мне вот такие вот ноготочки. Попросила натуральненькие убрать длину. Все, теперь я кайфую. Ногти прям такие полупрозрачные, видите? Полупрозрачненькие, коротенькие. И вот прям цвет такой мне прям захотелось. Такой молочно-розовый. Вот. А реснички сделала Эльку. Полтора объем, как всегда. И сделала в этот раз технику белки. Я в прошлый раз попросила лисичку. Почему-то я думала, что у меня была лисичка. На самом деле нет. Вот сейчас у меня белка, и просто вообще по-другому смотрится. Лисичка, они прям вот эти длинные были. Ну, и один... А, еще у меня двенадцатая, по-моему, длина была максимальная. Ну, это вообще не мое. Лисичка с двенадцатой длиной и с Элькой-изгибом вообще не мое. А вот сейчас все. Все то, что надо прям вообще. Они... Как просто свои накрашенные. Ну, не знаю, скажите, мне кажется, или как? Или, может быть, у меня уже эффект. Знаете, когда ты загораешь-загораешь, ты уже черная, ты все, кажется, тебе белые. Так же ресницы. Мне кажется, сейчас вообще прям реально натуралка. Накрасили и все. И даже, мне кажется... Я свои, когда крашу, мне кажется, они у меня длиннее даже еще. Очень даже натуральные ресницы. Да? Или у меня уже пипец там. Это 5D. Толщина 2. Что это такое? Господи, испугалась. Думаю, что это такое? Самокат. Так, ладно, что у меня сейчас по плану? А, сейчас хочу к друзьям заехать чай попить. Потом в магазин надо заехать. Не знаю насчет кино сегодня. Пойду в итоге или не пойду. Не знаю. У меня еще там какие-то дела надо поделать. Короче, ладно, возьму его с собой. Посмотрим, к чему я пройду. В итоге. Ну что, мои хорошие. Что-то это... Хоп-хоп, и вечер пришел. Попила чай с друзьями. Поехала в магазин. Зашла в ленту. Купила немножко. Блин, купила два пакетика. Полторы тысячи нет. Толком ничего не купила. Все по списку вообще купила. Яички закончились уже. Короче, яички, бананы, лук. Масло подсоечное. Люблю выпить иногда с кириешками безалкогольное. Люблю выпить иногда. Господи, это я раз в пятилетку бывает. Но у меня всегда должна быть бутылочка на такой случай, когда я хочу. Именно вкус пива почувствовать. Вот. А трубной хлеб в последнее время нигде не могу найти. Представляете? Я решила взять один большой, один маленький. Во всех пятерочках я прихожу. Мне все разобрали. Все разобрали. Несколько дней подряд. Так, любимая шоколадка с абрикосом, клюквенным экстрактом. Решила попробовать. До этого с апельсином брала. Так, сливочное масло. На это понятно. Имбирные эти хлебцы хрустящие. Кстати, забыла фитнес хлебцы взять. Рикотту давно не ела. И взяла байт молочко соевое с ванилью и обычное соевое. Вот, кстати, они нормальные. Зашли мне без сахара, лактозы. Короче, и дешевле, чем альтра. Ну и деньги набрала эти агуши. Мы ему каждый вечер даем перед сном йогурт. Вот и все. И полторы тысячи нет. Всем доброго дня. Приехала на почту. Отправляю посылочку со своего магазина. На площади сейчас перерыв. Две минутки осталось. Я пока сидела, приехала рано. Целый час, на самом деле, здесь под почтой сидела. И хоть почистила инстаграм. Ответила на все сообщения. Вот. Много всего интересного такого, короче, происходит. Я такая счастливая. Настроение классное. Солнышко светит. У меня идей полно. Новая камера. Вышло новое видео. Надо поработать над картинкой. Жжешь мне. Поярче сделать. Вот сейчас как раз таки начну. Сейчас все сделаю. Продукты куплю. А еще заеду к коммуналку. Оплатить надо. У меня коммуналка пришла, по-моему, я не знаю, целый месяц или не полный месяц. Короче, 6,5 тысяч коммуналка. Есть там у меня вопросы по некоторым моментам. Вообще-то так всегда будет или нет. Вот. Сегодня узнаю, кстати. Пока что 6,500 пришло. Вот. Надо ее там оплатить часть. Вот. Купить продукты. И приду домой, буду снимать видео. И тестировать свою камеру. Смотреть баланс белого. Чтобы больше белого. Яркости, чтобы было больше. Там нужно в настройках полазить. Вот. Так уже должны открыть. Я уже 2 минуты разговаривала. Прибежала домой. Кушаю. Так вкусно, девочки. Кукурузная крупа. Она, правда, у нас немножко такая. Ну, надо ее греть. И, короче, мять вот так. Но я ее 300 тысяч лет не ела. И на самом деле офигенное сочетание. Она все курочка мягенькая такая, да? Вот курочка. И крупа кукурузная давно у нас уже лежала. Мало того, что она классно без глютена. Это кто не любит глютен или у кого-то аллергия. Или кто-то старается не есть глютен. Сами выбирайте, да? Ну, такая диетическая, можно сказать. Плюс она очень классно сочетается со всем этим телом. Ну, правда. Вот огурчик, помидорчик. И хлебушек прям сюда не хватает. Мы берем всегда трубной хлеб. Вот этот, да? Я его стараюсь не есть. На самом деле хлебцы я себе купила наконец-таки сегодня. Ну, вот сейчас хочется с хлебом. И в первой половине дня я, в принципе, хлеб себе позволяю есть. Но стараюсь немножко его есть. Потому что я поняла, плюс-минус, блин, я начинаю сразу поправляться. Я этого не хочу. Вот. И только сегодня купила хлебцы свои любимые. А сейчас я прям поем. И так как я собираюсь очень много энергии тратить. И там и снимать, настраивать. Все дела. И эмоционально тоже энергия тратится. Я так в первой половине дня могу хлебушек, нет-нет, съесть. Так что сейчас я поем и работать. Работать. Дай маме рыбу. Маме рыбу. Спасибо. Спасибо. Какое? Да, у тебя. Важно, что есть ринг-голи. Ринг-голи. Ой, мои лапочки. Ой, мои лапочки. Где мои лапочки? Где мои лапочки? Мои лапочки. Мои лапочки. Скажи всем привет. Скажи всем привет. Всем привет. Ты куда с печенька ногами? А? Обезьянка. Доброе утро. Доброе утро. Лапочки. И я такая. Только проснулась. Лицо такое пухшее, наверное. Кстати, заметила, когда прошлый влог свою смотрела. Такая утром стой, такая. На, вот чуть-чуть рыбков есть. Доедай. Такая встаю, такая пухшая. Разговариваю, как мужик. Такая, и буквально там некоторые кадры, и я такая. Та-та-та-та-та-та. Уже вообще другой человек такая, знаешь, прям на бодрике. Что есть, что я сегодня хотела сказать. Сегодня он нам придет доделывать двери. Наконец-таки все будет сделано. Будет отдельное видео. Либо я его даже вперед сделаю отдельное видео. Если вы смотрите этот влог, то видео уже есть в предыдущем видео. Так что смотрите, про двери кому интересно. Вот у меня, короче, вскочил прищака вот здесь. Вот он меня так раздражает. Он такой болючий. Но сами знаете почему. Вот. И что еще? Хотела сказать, что хотела сказать, и это забыла. А, я же вам говорила вчера, что... Или позавчера, я уже не помню. Дни тянутся так. Что, ребенка мы не можем уложить? Причину нашли. Да, по-моему? Мама такая, что за причина? Что за причина? Как будто мы с ней не обсуждали до этого. Мама переселилась спать у нас на кухню. И теперь мы укладываем ребенка по очереди. Позавчера, например, укладывала она. Я гуляла. А она укладывала ребенка спать. 20 минут она мне уже написала. Он спит. За 20 минут уложила. Вчера я пошла с ним укладываться. 20 минут, и он спит. Нам нельзя вместе просто его укладывать. Он просто сильно радуется между нами. Прыгает. И потом несколько часов не может нарадоваться, что прям угомонить его невозможно. Поэтому лучше когда-то один укладывай. Да. Короче, бабушка спит теперь вот здесь. И, кстати, ей очень нравится. Даже диван, да, не раскладываешь? Ты показывала во влоге? Нет, мне так кайфово. Тут уютненько. А ты во влоге показывала, нет? Да, показывала. Ей так уютненько так понравился. Но он реально мягенький и широкий, да? То есть вот эта вот спинка не узкая. Ты вертишься и туда, и обратно. Очень уютненько. Так, Денька любит вот эти мишки. Рыбки, блин. Я думаю, одно, говорю другое. Возьмите, товарищ. Уселся у бабушки на ручках. Короче, все. Проблема решена в том плане, что нам просто по очереди надо его укладывать. И да, мы вчера побесились. И прям я ему вчера внимание весь вечер уделяла. Никуда не отходила, с ним была. И все. И время полдесятого, да, по-моему, я пошла его укладывать где-то так, да? Вот. Двадцать минут, и он уснул. Он чуть покрутился. Ему надо было рассказать мне кучу историй всяких разных. Вот. И он уже устал, по-моему, болтать. Повернулся на бочок и уснул. Вот. Что еще хотела сказать по поводу... А, спрашивали в комментариях по поводу вот гиалуронового спрея от сухости кожи, который я вам, ну, как бы рекламировала, да? Говорила, что он классный. Я его еще не заказала, потому что на том сайте, на котором я хотела заказать, там, короче, у них от полторы тысячи... То есть мне два надо заказать спрея от полторы тысячи. И тогда можно оплату сделать при получении. Ну, так как сайт... Я не знаю этот сайт, да? Я хотела сделать оплату при получении, чтобы они мне прислали сначала этот спрей гиалуроновый, а потом я оплатила. Ну, получается так, что я заказываю этот спрей. Сначала заказываю один. Они мне звонят и говорят, что от полторы тысячи нужно сделать заказ, чтобы оплатить наличными. А так, как бы, сейчас мы вам пришлем счет, короче, реквизиты, вот на него надо оплатить. Я такая говорю, ладно, захожу, выбираю два спрея оплатить. Там получается где-то 1600-1700. Они мне звонят и говорят, два спрея нет, есть только один. И все равно оплата по реквизитам. Короче, этот сайт меня замучило. Я там три раза как-то по разуму пыталась заказать, и никак не получается заказать. У них то нет в наличии. То, в общем, суть в том, что я должна все время заплатить вперед. И что-то они так меня напрягли, и я не стала у них заказывать. Ну и, соответственно, как бы, нет свободных денег сейчас. Вот, зарплаты, посмотрю, уже, может, закажу. И я бы хотела в другом месте заказать, а я ничего другого не нашла. Вот, гиалуроновый спрей компании NUSKIN, называется NAPCO. Вот, это супер-пупер спрей, который когда-то мне очень-очень хорошо помог от шеушения кожи. Очень хорошо увлажняло и так далее. У меня прям чесалась кожа, знаете, вот так вот прям после каждого мытья головы. И она чесалась, сушилась, и такие прям тоже хлопья были непонятные. Вот. И, кстати, когда я им пользовалась, оно у меня все ушло на несколько лет. Все бегут, все бегут. Это что, кто? Давай узнаем. Кто звонит с утра? Алло. Так, хорошо, сейчас... А, мы вышли в садик, да? Идем, скользим. Я пеньку спасаю каждый раз, да? Когда он скользит. Тут вроде бы, знаете, это... Посахарили. Посолили, посахарили землю. И вот мы идем. Деня вечно на огни заглядывается какие-нибудь. И идет затылком вперед. Кстати, вот он без перчаток. Перчатки на него вообще не наденешь никакие. У нас разные есть варежки, перчатки. И уже воспитатели просят либо какие-то по локоть перчатки, потому что даже если ему одеваешь, то он их быстро снимает. Вот. А потом мерзнет, и из-за него вся группа заходит. Либо это... На резиночке надо придумать. Но вчера вечером нам только сказали, что он снял перчатки. Из-за него все зашли. И, короче, резиночки я еще не придумала. Надо будет сегодня думать про резиночки. Так, а пока... О, господи, я забыла. Пока мама изъявила инициативу поубирать, она меня на самом деле любит убирать. И она считает, что кроме нее никто лучше вообще не убирает. И пока она убирает, я готовлю нам завтрак. Вот решила на двоих приготовить. Здесь я, кстати, смешала овсяную муку и рисовую муку, потому что овсяной было мало. И вот на сковороде без масла сейчас сделаю панкейки. Снова панкейки. Любимый завтрак. Девочки, вот не знаю, как вы, а я обожаю в грибном супе и в борще. Я еще люблю нарезать вот так сосисочки. Я ее грею в микроволновочке, потом нарезаю и просто бросаю сюда. Посолить немножко. И вот перемешать все, сметанки чуть-чуть. И просто вообще кайфую. У вас сосиски вкусные? А что это за сосиски? Сосиски классные вообще. Они по ГОСТу. По ГОСТу еще. Вот такие. Великолукский мясокомбинат. Я как-то их попробовала. И колбаска у них вареная тоже вкусная. Я их попробовала, когда дегустация была. Мне прям так понравилось. И я вот колбаску вареную люблю. Прям напоминают мне детство. Кому-то очень нравится, когда ты про детство расскажешь. Расскажи что-нибудь про сосиски, про детство. Были вкусные сосиски и была вкусная колбаса. И колбасу продавали на развес. И там, знаете, как было вначале в магазин. Вот приходишь в очередь, там стоишь в гастроном отдел, да. Мы с папой ходили даже, помню. Он с работы, мы с ним пошли. Очередь просто стоит. А там, значит, раньше еще была очередь в кассу. А в кассу очередь была, и бокалейный отдел, и гастрономический. Там все отделы, очередь еще была в кассу. В кассу платили, вот, допустим, нам нужен килограмм колбасы. Там 2 рубля 20 копеек. 2,20 стоило. Или 2,70 была любительская, отдельная. Ну, кто-то из них 2,20, кто-то 2,70. Не важно. Даже цены помнит. Ничего себе. Да. И вот мы, допустим, раз заплатили, вот нам дали чек, 2,20. И продавцу нужно нам отвесить ровный килограмм. Ну, вот палка колбасы такая, 2,5 килограмма была вот такая. Вот они режут, правда, уже почти точно, но все равно какие-то были довески. И вот в бумагу завернули, значит, все это наложили. Мы там сыр, колбаску, того-сего, там масло тоже на развесе все. И да, угадаю. Потом мы с папой, значит, отходим в стороночку, открываем эту колбаску, и вот эти довески начинаем кушать. В магазине обязательно довески мы съедали, всегда. И колбаса была вообще классная. И сейчас очень мало такой колбасы и сосисек, которые напоминают вот тот вкус, который с детства. Вот эти вот. Я прям сразу укусила и прям чувствую, да, да. А я вот вспомнила еще историю. Мы с братом, когда нас отсылали, у нас был хлебный магазин, делали обычный хлеб, кирпичики. Раньше, по-моему, даже и батон особо не делали. Он вообще считался дорогим каким-то воздушным хлебом, да. Мы просто ели кирпич туда. Батон. Больше его любили, кирпич. Мы ели кирпич, да, и готовили. И, короче, у нас был хлебный, куда прям каждое утро свежий хлеб вот привозили. Там всегда даже два раза в день бывало, да, вечерний еще завоз был. И он находился так далеко. Я сейчас, кстати, езжу иногда на машине, думаю, блин, как далеко находился этот магазин. И мы вот это вот шли туда вниз. В желтый, да, он желтый назывался. В желтый. Пойдем в желтый. Ой, название. Желтый магазин. В желтый. Короче, там хлеб продавали свежий, и мы пока доходили до того. Расскажи, что мы приносили, когда свеженький хлеб брали? Полхлеба. Полхлеба мы ели, сначала начинали, думали, ну чуть-чуть сейчас горбушечку съедим, вот так, квадратиком. А потом, если голодный еще, ели, короче, ели, если мы вдвоем вообще. Полбутылки. Ну, тоже самое и я в детстве тоже до дома доносила полхлеба. Когда свежий его ешь, ешь. Ты нас не ругала, я не помню? Иногда ругаю. Ну, потому что я сама такая, ну, да нет. Опять хлеб, хлеб-то, весь съели. Мы по два сразу потом начали брать, да? Ничего, полтора брали. Полтора брали. Но мы любили, кстати, даже полтора, когда берем, мы любили не с половинки кушать, а с целого. Она хрустит, горбушечка. Да, да, да. Ладно, приятно, а то устывается. Ну, что, в принципе, мы все дела поделали. Сегодня двери нам установили, мы счастливые. Эфир даже с мамой прямой провели вместе. Понравилось ей. Она прям такая, ой, а как это делается? Такая же у себя прямой эфир хочет. Но ей надо компьютер поменять, я ей хочу ноутбук свой отдать. Вообще, у нас еще есть один компьютер хороший, но он очень прям хороший. На нем надо играть, это, прямые эфиры, которые попрет тяжелые игрушки. Поэтому, как бы, для мамы он, наверное, слишком будет крутой, и ей такой не нужен. Тем более, она любит компактно, чтобы с собой таскать. Ей лучше всего ноутбук. Я просто думаю, что ей надо свой ноутбук отдать. У меня хороший игровой компьютер. Не компьютер, а ноутбук хороший игровой. Вот, только его надо почистить. Я вот с него перешла на большой свой компьютер. А этот ноутбук надо ей отдать. Вот. Вообще, у меня столько гаджетов всяких разных. Я вообще, сколько имела телефонов, я телефоны не продавала все. У меня реально три пачки хороших телефонов. Три пачки? Три телефона, короче. Три хороших телефона, которые реально можно продать, там, ну, за нормальные, как бы, деньги. А они у меня лежат. У меня тут Денька в один играет, то в другой, то в третий. А еще два, где Денька, в который может играть. Но сейчас я у него позабиралась с телефона, он уже месяцами не пользуется. И планшет, в конце концов, забрала. Так что теперь он играет в деревянные кубики. Ну, я об этом уже говорила. Все нормально, кстати, проходит. Ну, короче, надо маме поменять компьютер. И тогда она, может быть, тоже будет вести прямые эфиры. Может, даже что-нибудь готовить в прямых эфирах. Посмотрим. Сейчас я еду за посылочкой. Мама заказала посылочку. Ивановский текстиль. Вот. И она там мне что-то заказала, себе заказала, Деньке заказала. И Настюше заказала. И брату заказала. И невестке заказала. Короче, все ходила в Ивановский текстиль. Я поэтому мчу за этой посылкой. Мне прям интересно, что там. Но она уже в своих видео покажет. Надо вообще мне сделать, чтобы у меня это... Ссылка на маму была под каждым видео, да? Что я все время вам говорю? Ссылка под... Яблоки съедаем вообще. У нас все любят яблоки. Мама, я, Дэнни. И мы прям вот в день по яблу... Вроде бы взяла целый пакет яблок. Три дня прошло, а пакета нет. Девять яблок больших съед. Короче, яблоки улетают. Я не знаю. Я такая сижу еще. А мы хотим недавно... А мы хотим скоро, вот как зарплата будет. Мы хотим... Ну, во всяком случае, мне это очень будет любопытно. Потому что на продукты всегда я не могу рассчитать, сколько все-таки денег мне нужно. Ну, так как мама сейчас с нами большую часть времени проводит. Я говорю, давай, слушай, закупимся продуктами. Вот зарплату получим, и вот прям сразу закупимся продуктами. Отлично. Пробка. И светофор сейчас закончится. Вот. Мне прям интересно затарить полностью. Ну, как бы холодильник есть, да? Морозилку заполнить продуктами. Мясо разное, разнообразное, да? Там взять. Ну, понятно, что что-то мы будем подкупать. Такие вещи там, может быть, как яйца. Хотя яйца тоже можно взять сразу два-три десятка, да? Ну, свежее, что там, я не знаю. Творожок, хлеб. Что-то еще мы будем покупать, да? Молоко там, если свежее. Хотя я пью растительное, оно в тетропаке, оно надолго хватает. Короче, кафе расписать вот именно такие прям вот необходимые. Что мы, правда, едим все время. Картошку мы все время едим. Надо ее прям много сразу взять и найти место, где ее хранить, да? Лук, помидоры, огурцы. Ну, хотя помидоры, огурцы быстро заканчиваются. Их тоже, наверное, много не наберешь. Фрукты вот так вот тоже прям сильно много не наберешь. Разве что яблоки. Бананы, например, быстро бывают, портятся. Ну, короче, взять и сделать такую большую закупку на месяц. Чтобы прям предугадать, чтобы мы с голоду не померли, если вдруг я случайно потратила все деньги на ремонт. Я такая, я могу не рассчитать. У нас вот недавно был случай, что я прям реально все потратила. И такие, типа, так, а продукты покупать? И начали искать моменты. Я вообще, кстати, расскажу вам. Скоро вообще. Хочу подготовить это видео. Не буду, короче, говорить о чем именно, да? Как мы выкручиваемся. Вот. Видео, как мы выкручиваемся. С помощью чего и благодаря чему. И может, я не сниму это видео, поэтому не хочу говорить конкретно о чем. А то потом будете расскажи, расскажи ей, Селену. Вот когда я сниму, тогда расскажу. Вот видео, большая закупка, да? Или там продукты на месяц. Закупка на месяц. Мама мне в этом поможет, потому что у нее есть опыт экономии денег. А у меня давно этого опыта нет. Хотя у меня даже никогда такого не было, чтобы я на месяц закупала продукты. Ну, посмотрим. Холодильник большой, морозилка большая. Можно попробовать. Сижу такая, вспоминаю, думаю, блин, что мне там писали в комментариях? Не это, хотела ответить. По поводу балкона. Пишут на балконе, что что я не сделаю рабочее место на балконе, что я гаражу эти стулья, столы, кухня, студия. Смотрите, по поводу балкона. Балкон я буду делать, когда будет лето. На балконе, ну, как бы я не планирую его, честно говоря, сильно там утеплять, как-то все это дело. Ну, как бы не было в планах. Может, я, конечно, передумаю. Я планирую там сделать такое место, ну, грубо говоря, скажем так, место, где можно попить с друзьями чай, уютненько, посидеть, какие-то вещи, чтобы, может быть, мои хранились, что-то посидеть, почитать, посидеть, помедитировать или попить с друзьями чай и посмотреть на красивый закат с друзьями или с любимым. Да, то есть, как-то так сделать. Ну, то есть, это, скорее всего, будет летом. Зимой, не знаю. Ну, можно будет, да, ну, там, как бы как-то не специально утеплять, а типа обогреватель какой-то. Ну, в любом случае, все это будет, все, что касается балкона, там, его, да, если это утепление, то будем смотреть, каким образом, да, его обустройство, это все будет ближе к лету, когда будет тепло. Это раз момент. Там я не планирую делать свое рабочее место, потому что там мне мало места будет. У меня очень большой компьютер, и мне нужно разгулять. Мне не нужен маленький какой-то кабинетик, вот, да, типа займу весь балкон, когда на самом деле его можно более интересно как-то применять, да. Вот, это один момент. Второй момент. Я думала, куда засунуть свое рабочее место, да, оно у меня достаточно большое. То, что сейчас нагорожено этими столами, то это как бы временно. Будет, естественно, другой стол, который я хочу сделать именно как-то аккуратно, компактно, красиво под то место, где я буду сидеть. Пока что я увидела именно вот этот угол, что он мне будет очень удобный, потому что как раз-таки спальня, это спальня, где мы спим, да. Ну, может быть, нет, нет, что-то я там буду снимать в спальне, может, примерять какие-то вещи, как бы. Ну, большая спальня, где мы спим. Допустим, я сплю пока что с ребенком, буду спать с мужем в дальнейшем. И детская. Туда я тоже не буду городить свое место. То есть в спальне нужно спать, а не работать, да. Если муж, например, будет спать, а мне нужно будет еще за компьютером посидеть, у меня от компьютера очень сильно светит свет, то есть в комнате как будто светло, и спать невозможно. Поэтому в детскую я не поставлю, в спальню своей я не хочу, чтобы был компьютер. В прихожей не поставишь, на балконе мне мало места, остается одно только – кухня-студия. И вообще компьютер, он у меня не только, где я работаю, это много чего. На нем можно и кино посмотреть, то есть, да, это тоже не хочется, если в спальне спят, да, как говорится. В спальне спят, может быть, там даже и особо телека не будет. Ну, не, когда муж будет со мной, мы будем смотреть телек именно. Хотя, может быть, нам и захочется посмотреть телек больше в зале, понимаете. Может, там и с детьми все вместе сели и смотрим телевизор в зале, а по спальням пошли спать. Ну, как бы такой момент, именно хочется, чтобы спальня оставалась спальней, а пространство и зона, где мы готовим, тусуем, смотрим телек, так же и работаю. Ну, как бы у меня не трешка, да, была бы трешка, была бы отдельная комната для этого. Но нет, поэтому студия и куда-то там надо вместить. Пока что тот угол, который я нашла для своего компьютера, это будет он. Сейчас выглядит это очень громоздко, я планирую это сделать все более компактно, аккуратно, красивенько будет смотреться, да. Но пока как-то так, другого выхода не вижу. На балконе я не хочу устраивать себе там что-то такое, поэтому такие дела. Вот, кто интересовался про балкон, ответила. Задавайте еще вопросы, отвечу в следующих видео. Ура, зеркала, я себя вижу, я теперь буду выходя, хоть гляну на себя, в полный рост, как я выгляжу, зачекиниться можно даже. Кстати, если вот эту дверь закрыть, и вот эту закрыть, и вот эту закрыть. Никому не показывать эту комнату. О, я могу даже чекиниться, у меня даже красивый фон, смотрите, вообще офигенно. Потолка не видно, полы, сзади даже цветочек, двери красивые, стены белые, да. Можно зачекиниться красивенько. Вот этот провод только вот страшненький торщит. И надеюсь, скоро уже мы от них избавимся. Но мы с мамой чуть перестаночку здесь сделали, убрали лишнее. Что-то полку я коричневую-то убрала, пока нам хватит вот этой маленькой. Ну пусть стоит, она просто для глаза симпатичная. Совсем забыла, что малого сейчас в бассейн уже надо везти, уже сейчас буду выходить. Так, ну тут еще так себе, так себе. И смотрите, мама еще что придумала в ванне. У нас все не стояло зеркало, она говорит, давай подвесим его. Мы, короче, тут за провод его подвесили. Я говорю, слушай, как хорошо смотрится. Может, говорю, зеркало покупать не будем, так оставим. Она говорит, ну какое-то время повисит. В общем, пока так, все вот аккуратненько. А вот она я, выхожу, вот так выгляжу. Хоть посмотрите на меня в полный рост. То есть снимаю свою голову все время только одну. Так, вытаскиваем вот так вот. И такая я на стиле побежала. О, рюкзак беру. Так, все. Краса. А, вообще. Все, за малым пошла купаться в бассейн. Молодец. Ручками, ручками. Какой шустрый. Мы пришли домой, боже мой, так хорошо. У мамы тут какой-то сериал на ТВ-3. Какой-то что? Ой, а пахнет что так? Ты что-то вкусненькое приготовил? Сосиски, утром, кушать будем. Сосиски с горечкой, да, я тут хочу. С горечкой, с горелой, да. Что там, кстати, интересненькое? Есть что для Денечки? Ты распаковала? Я не распаковала. Я подумала, решила это сделать завтра. И вот лежит этот пакетик, который я очень хочу посмотреть. А она должна его распаковать на камеру. А она не собирается сейчас снимать. И значит, томить. Томиться я буду до завтра. Я вообще не хочу сейчас с этим должна съехаться. Ну ладно, будем ждать завтра. А там плавочки, Денечки. Ничего, завтра Дене померить все. Все завтра не уже. Все полезно, комплект. Ладно, давайте жрать, пожалуйста. Всем доброе утро. Не смотрите на то, что я такая вся ужасная, потому что реально утро, и я ужасная. Я хочу просто рассказать, как началось мое утро. Я проснулась. На улице мама... Ну, смотрим мне в окно, аж смотрим. Нормальный снежок чуть-чуть там как бы идет. Вышли на улицу с Денькой в садик его. Снегопад фигачит. Скользко на улице. День аж только вышел от подъезда и уже рожу скривил. Не, я не хочу. Что, куда идти? Я говорю, едем на машине. Залазим в машину. А я говорю, мне, пока я не проснусь, вообще выходить из дома нельзя. И серьезных никаких вещей делать нельзя. Первое, что уже случилось, это то, что я села на стул и ножкой села себе на палец. Ножкой стула. Я села себе на палец своим весом. Представляете, это было так больно. Я тут скакала по кузнечку. Ладно, попила немножко кофе, еще не проснулась, пошла. Ну, короче, самое страшное, что со мной могло случиться, это я забыла телефон. Я его забыла. Я его забыла на стойке магазина. Села в машину такая. Вот, я не знаю, вот дернула меня заглянуть, как бы достать телефон я хотела. То сториз записать. Видите, иногда полезно сториз записывать. Села и хотела сказать, какой снегопад жуткий. Телефон свой раз-раз, такая, нету. Думаю, неужели я его там забыла? Забыла. Мчу, выбегаю, чуть ли машину не закрываю. Не закрыла машину, бегу. А там за мной еще парень стоял какой-то. Это же просто легко, что там, раз взял. И потом, ней не видели, ней не было. Понимаете? Короче, лежит мой телефон. Я его хватаю, злая на себя вообще. И быстро домой. Снегопад фигачит. В такое время вообще, в такую погоду из дома выходить нельзя. Нельзя. А мне еще за сыном потом вечером. Я надеюсь, легче там будет. Ветер сильнее будет вечером. Мама говорит, ветер еще сильнее будет. Ужас. Я еще на перекрестке стояла. От того, что, ну, очень много фигачит вот этого снега. Скользкие дороги. И машины очень медленно едут, растянутые. Я, короче, не могла выехать вот просто на дорогу. Очень долго. Потому что то там вернется, то там вернется с двух сторон. А мне нужно как бы пропустить с одной стороны, с другой стороны. И только выехать. Я, короче, стояла, стояла, пропускала всех. И тут, например, лазейка. Это же раньше, где я там, может быть, нырнула в лазейку. Это когда асфальт и видимость хорошая. А когда, блин, скользко и снегопад, блин, ты думаешь, не, пусть там будет лазейка такая, чтобы мне 15 минут на разворот было. Короче, я дома и выходить не хочу. А еще вечером в сад. Мама, наконец-таки, распаковала. Тут вот распаковала чего-то. Ивановский текстиль. Мы обожаем Ивановский текстиль. Тут кое-что есть. Деньки взяли. Полотенчики всяко разные. В общем, тут у мамы на канале. Посмотрите обзорчик. Это вот новый магазинчик. Но тоже из Иваново. Я прям жду, потому что здесь есть и мне, и Деньки, и брату, и невестке. Или здесь невестки нет? В следующем заказе невестки. В следующем заказе невестки. Та-да-дам! Привет, мои хорошие! На улице сегодня погода... Ветер. А вчера была вообще жуткая метель. Я не помню. Даже вчера я ничего даже не снимала. Да, вчера была... Было снег, было слякоть. Было снег, был слякоть. Круто я разговариваю, да? Сегодня утром мы с мамой встали. Я под звуки дрели, молотка и перфоратора сняла для вас видео. Надеюсь, оно хорошее получится. Ну, у меня микрофон теперь. Я надеюсь, что на фоне моего голоса не так сильно фон этот будет слышен. Потому что, ну, просто откладывать видео, это очень сложно. Я человек спонтанный. Я снимаю видео сразу. Вот такая раз. У меня энергия появилась. Я быстренько все устроила. Села и давай снимать. Только так. А так весь мой канал и происходит. А так, чтобы подгадывать, блин, время. Тем более, можно было бы подгадывать время, если бы рабочие работали действительно так, как положено. Но сейчас никто на это не смотрит. И, допустим, там с 12 до часу должен быть перерыв. Никакого перерыва. Но он стоп, просто и работают все. И, допустим, работают до 5 часов. Работают до 9 просто. И даже не парятся. А бывает и в 10 работают. Я не знаю, как до 11, наверное, как положено. Типа, в любом случае, если даже вызывать... Кто у нас там? Милиция, полиция. В любом случае, даже если вызывать полицию, то до 11 имеют право вообще по закону. Да? Я не знаю. На востройках может быть как-то по-другому. Но у нас здесь и внутренние свои управляющие компании правила. Но, в общем, кто-то за них, такие, как я, например. Кто-то против этих правил. У нас есть группа общая. Я смотрю там. В общем, не хочу даже вылезать. Очень сложно. Вообще, вот с одной стороны, мне очень нравится общение с людьми. Я кайфую. Но я создаю какую-то свою атмосферу. Свою энергетику. Своих людей собираю рядом. С трудными людьми, честно, мне очень не хочется связываться. Я всегда стараюсь их держать от себя подальше. И если я вижу, что где-то какие-то распри происходят, и я понимаю, что мне вообще даже не хочется влазить в это. Если, конечно, если это касается меня непосредственно, какие-то вещи, то я буду за них бороться, буду отстаивать. И буду в это во всё влазить. И неплохо даже могу отстоять своё мнение. Но когда что-то происходит, например, кто, докуда, до скольки работает, я думаю, мне пофиг, короче, работать как хоть. То есть я, если будет вопрос выбора за то, чтобы работали, типа быстрее, чтобы они все закончили свои работы, либо чтобы не работали, ну, например, после пяти, да, я буду выступать, чтобы работали так, как написала управляющая компания, потому что мне очень подходят эти часы. А то, что аргумент, то, чтобы быстрее люди вселились и закончили, я могу сказать, что у нас многоквартирный дом. И этот ремонт, это не каждый человек сейчас, кто купил квартиру, делает ремонт, реально. Это сейчас одни, там, человек 10 делают ремонт, там, ну, 15, да, а квартир там у нас больше 200, да. И кто-то через два месяца начнёт, кто-то делает три месяца ремонт, кто-то год, а кто-то пять лет, а кто-то только начнёт делать через год. Поэтому ремонты здесь будут продолжать ещё очень и очень долго. Поэтому я, как бы, за то, чтобы был режим такой минимальный. И пусть рабочие приходят с утра, работают. И перерыв, чтобы у них был, и до пяти, чтобы они работали, короче. Ну, я, в общем-то, приди планеты всей не лечу, и, конечно, не говорю, что только так и никак. Работают и работают, хрен бы с ними. А вот. Конечно, если бы у меня был совсем маленький ребёнок, и ему надо было бы спать, а он бы вздрагивал и не спал, я бы ходила бы и решала бы этот вопрос, наверное, как-то. Либо бы я не вселилась тогда ещё, не сделав ремонт. Но, опять же, делать, не сделать ремонт, всё равно эти работы шли бы. Ладно, что я подняла эту тему, вообще непонятно с чего. Просто думаю, так, поговорить с вами, да. Всё, сейчас я отвожу. У меня три посылочки с магазина. Мне надо отвезти их, отправить. И ещё девочки пишут и просят какие-то видеообзорчики с Галамарт, с Фикс Прайса. Там новинки появились. Так что сегодня я постараюсь вам снять максимальное количество видео. Сейчас я приехала на рынок. Не очень люблю я эти рынки. Это рынок. Даже не знаю, как он называется. Не очень люблю эти рынки, но мне нужно именно здесь... Блин, ветер, наверное, фигач. Купить антенну комнатную на время. Пока у нас антенны. Антенна плохо ловит, короче. Так, ищем антенны. Антенны, антенны. А где антенны можно посмотреть? На вот вторые двери. Вторые двери. Спасибо. Дывок. Электроинструменты, расходники. Вторые двери. Боже мой. Тут что ли? Здрасте. Антенны у вас есть комнатные? Или это они у вас? Вот, вот, вот. А, вот такие... А что-то есть поменьше, более компактные? Они будут слабые без... Девочки, я взяла вот такую антенну за 150 рублей, рогатую, маленькую. Я просто вам покажу, какая антенна у нас сейчас, и вы поймете, почему я взяла эту за 150 рублей. Мне пытались парить за 600 и подороже. Я говорю, да мне, блин, на время, на пару недель, говорю, просто потому что сейчас, ну, как бы, человека надо вызывать, чтобы он все подключил. Сразу, чтобы он делал еще какие-то там вещи параллельно. Вот. И мы еще не знаем там, где будут телевизоры, где будут розетки, короче, нам все это надо выяснить, а потом уже делать провода и все дела. Поэтому пока от комнатной будет работать 150 рублей. Я надеюсь, будет работать. А еще же я вам не сказала, что у нас новый телевизор. Большой. Вот. Я хотела в спальне, не в спальне, а в зале, в студиях, большой телевизор. Вот. И мы, ну, с Wi-Fi, мы его сейчас поставили, и у нас вот мы антенку переключили с маленькой. А маленькая антенка, я сейчас вам ее покажу, домой приду, покажу, какая там антенка. Там просто вообще реально штекер и просто провод торчит. Это предыдущий хозяин квартиры. Он делал сам это. И прекрасно все ловило. Вы представляете, все работало от этой антенки. Но там начали отходить проводочки. Мы такое сами не сделаем. Поэтому я решила вот замену такую купить, просто антенну комнатную. И большой телек тоже от нее работает. Поэтому на время нам вообще замечательно. И денег тратить много не надо. И у нас сейчас стоит этот большой телек. Я в нее переключила эту маленькую антенку. И он вообще не хочет телек показывать. И мы, ну, пока что смотрим приложение. Сейчас там фильмы. Думаю, кстати, подключить. Там встроенное приложение с фильмами. И что, рублей 400 в месяц платишь и смотришь тебе сколько хочешь сериалов и фильмов. Все, как я мечтала. Смотрела диванчик, собрала гостей, друзей. Включили фильм. Ну, даже с мамой просто вот там с Денечкой сесть, вкусняшки взять какие-то под пледом. В такой уютной атмосфере посмотреть вместе фильм. Мне кажется, это очень объединяет, если честно. Вот такие вот уютные посиделки. Потом их вспоминать с любовью. Когда куда-нибудь уезжаешь. Или мама уедет к себе, например, домой. Я буду вспоминать, как мы с ней кино смотрели. Я потом буду ее заманивать. Давай, приезжаю, вместе кино пузырь. Хитрая я, да. Так и что, мои крошки? Ну и что? Конечно, я не включала камеру. Потому что я вышла, заехала в один фикс-прайс с Нилавом. Показала, снимала. Поехала в другой фикс-прайс с Нилавом. Я даже за продуктами не съездила, как собиралась. Поеду завтра. А завтра, пятница, уже последний как бы день. Такой, что Денька в садике, и можно днем делать дела. Прибежала домой, мама мне говорит, я тут, короче, вкусняшку готовлю. Я говорю, жди меня. Сейчас уже бежать, на самом деле, за ним садик. Сегодня бассейн у нас. Вот. Сейчас же я вам хочу показать. Да. Ой, вот так вот у нас, видите, как все тут подустроили немножко. Тут поубирали. Мама вот поставила пока вот эту этажерку. Как раз очень удобно заходить и сразу вот ставить сюда что-то. Это цветы. Вот моего любимого цвета. Он попросил позаботиться о них. Еще есть одни цветы. Вот один в квадратном горшочке такой. Это декоративное дерево. И там еще есть другое покажу. Сейчас они на колесиках, на стоечке. Такой очень красивый, дорогий. В общем-то, я забочусь о них. Так. И что еще? Что еще? Что еще? А, вот телевизор. Телевизор. Тоже любимый подарил. Телевизор. Большой. Теперь давно я хотела телевизор. И он с вай-фаем. У нас я уже его подключила к вай-фаю. И мы можем на самом деле много чего смотреть. Кино теперь вместе можем смотреть. Маленькие убрали. И вот антенна. Да, мама антенна. Я взяла антенну. Да нет, что-то тормозит. Вот я сейчас смотрю, даже тормозит. Ну, короче, за 150 рублей антенну взяла. Я говорю, что она не будет показывать. Можно я вам верну? Она говорит, да, конечно. Я говорю, но у нас вообще от провода работает. Вот. Я же хотела вам показать, от какого провода работает у нас. Там видно будет вам или нет? Разворачивать телевизор надо. А, все равно надо. Ну, а как это было? Что еще? Чтобы подключить антенну? Ну, ты как вот увидишь. Ну, я вижу, я вижу, я вижу. В общем, сейчас мы с мамой разберем антенну. Я поела, потому что уже все не могу. Потому что я понятна. Уже все, мне плохо. Мне уже сосет. Сосет. Меня все иссосало внутри. Изнутри пожрать тебя начало уже. Вот это вот так вот. Простенько. Главное, ее за телек спрятать, чтобы она такая смешная. Да он на холодильник ее поставит. Да ну, кошмары что-нибудь. Она должна ловить волну. Как за телевизором? Ну, вот за телевизором вот здесь вот поставим, короче. И рожки вот там за ним спрячем. Если будет плохо ловить, поставим на холодильник. Но я не хочу, чтобы эта антенна вот эта комнатная смешная была видна вообще. Она же у нас на время. Она смешная, мне кажется. Вот смотрите, какая антенна у нас до этого была. Это просто провод, на самом деле, прикручен вот к этой штуке. И это вот делал хозяин прошлой квартиры. Ну, мы такое... Как бы я такие штучки видела, что они продаются. Но все равно тут что-то надо где-то, может, приделать, прикрутить. Короче, мне проще купить за 150 рублей вот антенну. Ну, и все, вон, поставили, спрятали ее назад. Ничего не видно, ловят отлично. Все. Я кушать, а потом за малым сад. Ну, все, пришли купаться. Опоздали на 5 минут, даже на 7 минут опоздали. Все из-за того, что Денька не хотела оставлять книжку. Ножки, ножки. Давай, подтягивайся. Молодец. Вот такой силач. Молодец. Ой, плывет, как я. Руками не надо махать. Только ноги. Мячик, да, мячик, да, мячик, да, мячик, да, спрятался. Надо доставать его под лестинкой, да, ныряем. Молодец. Давай посмотрим, где там мячик спрятался. Спускайся. По ступенечкам спускаемся. Оп, 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 да. Держись за лестинку, за лестинку держись. И вниз, и вниз, вниз спускайся. Ток, ток. Ныряем. Мячик, смотри, смотри, смотри вниз. Опа, мячик. Пойдем его кидать в колечко. В колечко пойдем кидать. Ага. Ага. Послушно сегодня. Думя ручками давайте не с ним. А вторая ручка твоя где? Ладди, ладди, ладди. Недай. Вот так. Думя ручками. Ну что, мы с бассейна пришли домой, Данечка все лучше и лучше плавает, уже даже бывает, он без тренера своего сначала не хотел никуда идти, наоборот, ей говорит, садись, садись на лестницу, типа, или на колечки там, а теперь она такая говорит, нет, сначала мы сделаем это, а потом сядем, типа, на лестницу, сегодня он такой вообще ее такой отпустил, отбросил ее руки и поплыл сам на лестницу, она такая, это же такое, типа, нет, не по его, был, а он все равно поплывет на лестницу. Поплыл на лестницу, хорошо, мы плавали, в общем, печенье, печенье показывает, да, сидим вот так вот, мама чоли тут, мы теперь кайфуем, мало то, что по телевизору мы можем смотреть по большому экрану, мы теперь можем смотреть интернет по большому экрану, выбирать фильмы, мультфильмы, сериалы, какие хотим, ютуб там, да, с вайфаем телек вообще классно. Хорошая. Я привыкла, что я, в основном я смотрю все через интернет, все фильмы и сериалы, которые я выбираю, я сама выбираю, нужна пауза, поставила на паузу, там, куда надо сделать, сделала, что вернулась, поставила дальше. Короче, это мамину место, она тут обосновалась на диване конкретно, я вот люблю это креслице, я сажусь сюда, сразу малой ко мне прыг-прыг, и мы вот включаем что-нибудь теперь, я говорю, давай фильм какой-нибудь смотреть, сейчас включим какой-нибудь фильм, Данька ест яблочко, я тоже сейчас возьму яблочко, и будем смотреть уютненько какой-нибудь фильм, да? Да, так, ну вот мы выбираем. Смотрим фильм. В поисках единорога. Даже не знаю, что это за фильм, в поисках единорога, возможно, какая-нибудь хрень даже. Но мы будем смотреть. Клавдий? Лили? Короче, начался этот единорог, мы его нафиг выключили и включили в какое-то другое, особо опасен. Надеюсь, Таньке понравится. Особо опасно. А перевелось, как особо опасно.